И мы можем иметь свитч, который кабелирует данное оборудование. Отличительной особенностью является то, что мы впервые в индустрии получили возможность понимать, к какому приложению принадлежит трафик, который передается через фабрику. Это открывает потрясающие возможности. Давайте посмотрим на такие вещи, как работает обычный коммутатор. То есть у него есть задача из порта А передать в порт Б трафик. Для того, чтобы делать это эффективно, он следит за множеством параметров. И зачастую работают механизмы, которые регулируют, например, эффективную работу TCP. Это TCP винтов, то есть количество информации, которая передается через канал в единицу времени. Механизмы TCP стараются окно увеличить постоянно. И когда они упираются в производительность канала, теряется ряд пакетов, и окно опять уменьшается и опять начинает расти. То есть такая как пила получается, если посмотреть на историю прохождения трафика. В то же время, для того, чтобы не допускать такого рода ситуаций, коммутатор иногда теряет трафик. Для того, чтобы эта пила была не такая, скажем так, не было таких больших экстремумов. В результате мы можем потерять совершенно случайно пакет, который очень важен для приложения, которое передает эту информацию. И в то же время сам коммутатор будет считать, что произошло хорошее дело. То есть он сохранил пропускную способность сети. ICI, в свою очередь, умеет распознавать, какому приложению принадлежит пакет. И в зависимости от этого дает вам по каждому приложению такой health check. То есть насколько инфраструктура здорова для приложения. Не потерялся ли где-то пакет? Появились ли задержки или не появились задержки в инфраструктуре? И вы получаете такой реал-тайм механизм, по которому вы свою инфраструктуру можете отслеживать. И на звонки что-то плохо стало работать в приложении, вы сразу же имеете четкий ответ, виновата в этом сеть или нет. Задумайте, сколько раз происходила ситуация, когда заказчики вам звонили и говорили, что что-то работает не так. Первая реакция нормальная, это не мы. Вторая реакция, она приходит через какое-то время, когда вы погружаетесь в проблему. И, наверное, может быть это и мы. И где-то через день вы уже точно уверены, что это вы. Каждый проходил через подобного рода ситуацию, вы сядете, вы имеете возможность видеть это моментально. То есть есть ли какие-то сетевые или нет сетевых задержек, пакетов потерянных и так далее. Собственно, давайте посмотрим на то, что происходит в индустрии. Существующая модель – это сеть устройств. Каждое устройство индивидуально имеет свой конфигурационный файл. К подобного рода инфраструктуре нужен один, а то и несколько администраторов, которые консистентно настроят устройство в единое работающее инфраструктуру цода. Хороша эта модель или плоха? Она хороша. Да, то есть практически до сегодняшнего дня весь мир на ней работает и ничего плохого не случается. Есть множество best practices, как лучше настроивать, как сегментировать сот, какие модули выполнить, назначить разных администраторов, как внедрить сетевые модули. Минусом является только то, что это достаточно сложно. Сложно и комплексно. Нужно множество точек сконфигурировать, и только когда вы все правильно сделали, оно работает. Накладываем на это время и видим, что с течением времени меняются операционные системы в оборудовании, появляются баги, на которые вы можете попасть волей или неволей, появляются внешние угрозы, пытаются эти уязвимости использовать для того, чтобы атаковать инфраструктуру и реализовать Deny of Service в вашем приложении. В целом такую модель достаточно сложно поддерживать. Появилась Software Defined модель. Модель, которая призвана улучшить для заказчиков tension, то есть управление инфраструктурой. Мы управляем из единой консоли, появляется тот самый централизованный контроллер. Из недостатков этого подхода можно отметить то, что да, мы умеем уже быстро конфигурировать оверлей, то есть уровень абстрактный, но нам все так же нужен underlay. Та самая сеть из пункта первого. То есть берем сложность пункта первого, накладываем гибкость пункта второго и получаем две сети вместо одной. Проще это администрировать или нет? Можете сами себе дать ответ. Давайте введем простой челлендж. Что будет, если первичная сеть работает не так, как ожидается? В наложенной сети может происходить все, что угодно. И самое катастрофическое в этой ситуации то, что вы не знаете, почему это происходит. Нет корреляции событий. У нас есть контроллер, который вроде бы видит оверлей, но корреляции событий с underlay и оверлеем не происходит. И, соответственно, если говорить о Cisco, мы придумали, каким образом оверлей и underlay воплотить в одном аппаратном уровне. Это коммутаторы Nexus 9000 с операционной системой ACI. Коммутаторы Nexus достаточно интересны тем, что на уровне одного и того же железа можно запускать разные операционные системы в зависимости от того, какую задачу вы решаете. Можете получить обычный коммутатор. Загрузив в CCO образ Application Center, вы получаете решение, которое является частью той самой большой фабрики. Если говорить о сетевой фабрике ACI, то в действительности это, не постесняется, самая лучшая сеть в индустрии сегодня. Конечно, мы с вами будем свидетелями того, что с ней будет происходить в будущем, но то, что мы видим сейчас, мы даем заказчикам потрясающую гибкость. Гигабит, 10 гигабит, 25 гигабит, 40, 50, 100 гигабит вы можете из нее извлекать и подключать те или иные ресурсы к этой инфраструктуре. Мы видим, что состояние конкурировать с большинством производителей в индустрии, которые даже еще не могут предложить подобного рода гибкость, просто ценой. Почему? Потому что CISCO один из, наверное, пяти вендоров в индустрии, который разрабатывает чипсеты, то есть микросхемы, из которых строят свои устройства. Когда мы являемся поставщиками и разработчиками микросхем, естественно, мы контролируем стоимость всего процесса и можем абсолютно спокойно находить наилучшие для нас решения. В то же время для некоторых задач мы используем коммерческий силикон, это зачастую браткомовские чипсеты. С точки зрения прозрачности мы также даем потрясающую инфраструктуру. Почему? Потому что мы адресуем и задачи, которые лежат на виртуальной инфраструктуре, и на физической, и делаем это одновременно. Все оверлеи, которые вы волей-неволей будете рассматривать сейчас или в будущем, они зачастую сконцентрированы на виртуальных серверных фермах. Кто-то на VMW, кто-то на Hyper-V, кто-то… Пытается сделать и то, и другое одновременно. Тем не менее, Cisco дает достаточно хороший охват. То есть мы охватываем все ресурсы, которые есть в центре обработки данных. При этом мы позволяем заказчикам иметь L3-ю фабрику в CODE, которая лишена недостатков топологии с Layer 2. По причине того, что она более масштабируема, она более надежна, она быстрее реагирует на изменения в топологии без каких-либо катастрофических изменений. Ну и то, о чем я уже говорил, передача метаданных. То есть мы маркируем трафик и понимаем, какому приложению этот трафик принадлежит. А дальше вступают в дело те самые чипсеты, которые Cisco разработывает. У нас есть Atomic Counter, которые считают все пакеты, которые вышли из коммутатора, и все пакеты, которые пришли в коммутатор. Естественно, мы сводим простую дельту. У нас есть контроллер, который запрашивает эти ресурсы, высчитывает дельту, и мы понимаем, дошел ли из трафика или нет, какой задержкой. И делаем это практически не real-time. 5 миллисекунд идет синхронизация с контроллером. Более детально о фабрике. Собственно, я уже упоминал, она строится на Nexus 9000. Линки между лифами и спайнами. Вы видите, достаточно простая архитектура, двухуровневая. Что еще можно заметить отличного от того, к чему вы привыкли в дизайнах? Количество коммутаторов может быть отлично от двух. Это не значит, что вам надо больше, чем два. Но вы можете делать их и 4, и 6, и 8, и 16. То есть мы работаем с Equal Path раутингом, который нам позволяет делать количество спинов гораздо больше, чем это в классических дизайнах. Зачем это делается? Увеличить пропускную полосу, увеличить домен, назовем его core, spine-домен, для того, чтобы отказ какого-либо оборудования не приводил к деградации сервисов с точки зрения, например, перфоманса. Лифы имеют, помимо интерфейсов, куда вы подключаете сервера, сервисные апплаймсы, раутеры и так далее, имеют апплинки, собственно, к спайнам. Все эти линки 40 или 100 гигабит сегодня. По сути, вы получаете высокопроизводительный коммутатор, который позволяет передавать терабиты информации. Если говорить о спайнах, это также высокопроизводительные устройства, порядка 36 или 32 портов в зависимости от модели, 40 или 100 гигабит. То есть вы можете строить гигантские фабрики с большой производительностью, и обеспечивать connectivity всех перечисленных ниже доменов. У вас наверняка существует сеть уже в СОДе, поэтому необходимо состыковать два домена. Вы можете с соответствующими транками L2 или L3 подключаться к ACI. У вас наверняка уже есть гипервизоры. Вы можете подключать такие домены, как VMware, Hyper-V, OpenStack, KVM к инфраструктуре ACI и управлять, собственно, этой инфраструктурой с контроллера. Вы можете подключать к ней, естественно, и будете подключать к ней сервера. Как я уже упоминал на скоростях, гигабит, 10 гигабит, 25 гигабит. 25 гигабит – достаточно новый стандарт. Тем не менее, уже существуют сетевые карты, которые позволяют вам подключать к сервера по этой инфраструктуре. Я видел у нескольких заказчиков решение уже использования 5 гигабит. В основном это касается каких-то монстроидальных решений по видеонаблюдению. То есть, если нужно принять большие потоки данных, зачастую используют такие решения. Сервисы. Сетевые сервисы. Контроллер может для вас настроить фаерволы, балансировщики, выстроить сервисную цепочку и, собственно, таким образом решить задачу интеграции сетевых сервисов. IP, FCUI Storage и буквально, наверное, и месяца не прошло, Fiber Channel Storage. Также у нас появляется возможность подключать в эту фабрику. Ну и, конечно же, подключение к вановским сетям. Это подключение к MPLS, к обычным IP-сетям. Вы подключаете раутеры, фабрика понимает и BGP, и SPF. Вы можете строить все connectivity, которые вам необходимы. Что важно, опорная сеть – это обычная IP-сеть. То есть каждый лифт, каждый спайн имеет IP-адрес. Строится достаточно простая топология. Порткомашизация СС помогает нам в этом. И скорость реакции – 50 миллисекунд на изменение любой топологии, которая появляется. Если вам нужно подключать сервера гигабитные, можете подключать Nexus 2000, до 16 штук налив, и таким образом увеличивать подключение к инфраструктуре. С точки зрения контроллера – это отказоустойчивый кластер, который, по сути, управляет полностью всей инфраструктурой, апгрейд МПО, профили безопасности. То есть здесь жизненный цикл, в том числе и траблешутинг, мониторинг. То есть все это реализовано в контроллере, никакого внешнего компонента здесь не нужно. Он не участвует в передаче трафика. Это важно. Он занимается мониторингом, управлением. И, собственно, в Cisco, Nexus 9000, они, собственно, применяют полиси. Контроллер формирует полиси, устройство применяет полиси. И, что важно, он мониторит и наложенную сеть, и, собственно, опорную сеть. И если какое-то событие происходит в опорной сети, мы знаем, на какие наложенные сети повлияло это событие, и можем для инфраструктуры приложения метрику здоровья актуальным образом обновить. Для отказоустойчивости это три или более серверов. С точки зрения управления мы также задаем заказчикам хороший выбор. Нейтив инструмент для управления ACI – это GUI. По заявкам клиентов к ним поставляется также NXO Style, то есть это, по сути, команд-лайн интерфейс, с помощью которого вы можете создавать все конфигурации. Если вам понятнее и ближе язык CLI, вы можете на нем абсолютно спокойно управлять ACI. Естественно, в GUI все будет отрисовываться по тем изменениям, которые вы тут делаете. Что изменилось? Изменился скоп. То есть, если раньше мы управляли единым устройством, коммутатором, к примеру, то сейчас, так как у нас устройств много, мы, по сути, имеем CLI от контроллера, который видит все устройства. При необходимости вы можете опуститься до уровня любого лифа или спайна и посмотреть необходимую информацию уже в домене конкретного устройства. Что еще интересного? Сделан плагин для ВИЦентра, и вы, СИМ, можете управлять из ВИЦентра. То есть, это очень удобно, если вам необходимо реализовать сценарии, в которых ваши тестировщики, разработчики хотят что-то создавать сами. Делать это быстро. Вы им выделили отдельный тенант для, собственно, сегмента тестирования, и вы отдаете им возможность создавать бридж-домены, сабнеты, делать автоматические маршрутизации между созданными бридж-доменами и сабнетом, делать контракты безопасности, микросегментацию, внедрять в Firewall. То есть, полный цикл вы можете отдать тем, кому это нужно, и, собственно, разгрузить IT-сетевой департамент от таких вот рекуррентных заявок от тестировщиков. Ну и API, он открыт, и это означает, что вы можете делать все, что угодно, с точки зрения собственных домашних разработок и менеджмент порталов, helpdesk и так далее. Что еще интересного появилось? Появился возможный подход, с помощью которого вы в контроллер можете добавлять свои приложения. То есть, что такое контроллер? Это мощный сервер, он действительно производительный сервис с огромным количеством памяти, дисков и так далее. И, соответственно, вы получаете возможность брать информацию из контроллера и писать свои приложения. Это может быть приложение, которое работает у вас на iPhone, и вы можете мониторить важные метрики сетевые для вас. Примерами можно ознакомиться по ссылочке ACI App Center Cisco.com. Там есть коммерческие продукты уже сегодня. Примером такого продукта – это продукт, который позволяет вам проверять ACI compliance, то есть карточные payment card industry, аудиты. Вы можете в реал-тайме видеть состояние своей инфраструктуры, проходит она compliance сейчас или не проходит. То есть это очень удобно. Вот кто-то внес изменения конфигурационные в инфраструктуру, и вы видите, опа, что-то выходит за PCI compliance, мы где-то нарушаем. Скажу больше. Таких приложений довольно много. И вы можете как с перформанс-сетей, так и с мониторингом, с траблэшутингом, с многими вещами ознакомиться. Из любопытных вещей, которые доступны с GitHub, то есть это, по сути, исходный код, вы можете не покупать дорогие PCI compliance чекеры, а вы можете, собственно, автоматизировать прохождение этого аудита с помощью достаточно простых инструментов и выгружать в сводную таблицу все connectivity, которые есть в инфраструктуре. И таким образом получать отчет для аудитора в читабельном виде, в реал-тайме. То есть журнал ведется постоянно. И таким образом своему бизнесу облегчить жизнь. С точки зрения наших успехов, сейчас по миру порядка 3000 заказчиков используют коммутаторы Nexus как ECI-устройство. Естественно, тех, кто использует их как Nexus, также довольно большое количество, более 10 тысяч. Широкая экосистема. Вы видите наши партнеры, которые предоставляют сервисы. Вы здесь можете найти и поставщиков решений безопасности, CISCO, не CISCO. Вы можете найти балансировщики, вы можете найти некоторые интересные такие альянсы, как с SAP, с Microsoft, где мы по сути поставляем интегрированное решение. Вы бы хотели построить клауд от Microsoft, Azure Pack. И CISCO интегрируется плагином в этот Azure Pack. И вы можете управлять своими сетями, так же, как мы это показывали на примере с тем же Витцентром. Вы также можете делать это с Microsoft. Заказчики по миру, их много. Естественно, привезти всех их нет возможностей. Важно то, что такие заказчики появляются у нас, в странах ближнего зарубежья. И все больше и больше опыта партнеры получают с данным решением. На что хочу обратить внимание, очень часто вы будете слышать то, что ACI управляется с помощью политик. Политика зачастую у нас в мозгу вызывает некоторую другую реакцию, чем закладывается в месседж политика ACI. Что такое политика? По сути, вы определяете разнообразные требования к инфраструктуре приложений. То есть мы строим конструкцию, достаточно абстрактную. Outside, firewall-балансировщик, нам в веб-уровень, application-уровень. Между ними мы тоже хотим строить load-балансер, базу данных. Естественно, приложение сложнее, чем в данном примере мы видим. Тем не менее, суть следующая. Мы уходим от конфигурации на уровне поместить веб в вилан такой-то, настроить коз, настроить access-list, настроить раутинг. Мы просто переходим к манипулированию подобного рода объектами. Мы определили, что веб-уровень это группа серверов, которые выполняют эту функцию. И описываем достаточно просто человеческим языком, что это веб, и подразумеваем, что это понятно нам, нашим коллегам, или тем, кто будет пользоваться этой политикой. И определяем, каким образом она, эта группа веба, коммуницирует с внешним миром и с внутренним. Приведу пример. Соответственно, гипотетическое приложение состоит из компонентов. Соответственно, мы с помощью сервисного контракта описываем, что можно, какой трафик мы считаем легитимным, и что нельзя. При необходимости вставляем сервисные цепочки. Вставление сервисных цепочек, оно как никогда стало простым. То есть вам не нужно следовать каким-то там талмудам для того, чтобы прописать, каким образом сервис заплавится в эту инфраструктуру. Вам достаточно в сервисном контракте выбрать из списка шаблон сервиса. После того, как выбрали шаблон сервиса, что это может быть шаблон? Инспекция HTTP? Или же шаблон сервиса может быть SSL of Lod? Или и то, и другое одновременно, друг за дружкой. То есть вы получаете возможность таким образом достаточно легко тиражировать эти конфигурации. Фейерволы у нас зачастую уже появились виртуальные, вы можете создавать эти инстансы. Вы можете политики настраивать из контроллера, можете политики настраивать из домен-менеджера, который поставляется с этими устройствами защиты. С точки зрения группировки серверов, что это может быть? Это может быть физический сервер. Сервер, естественно, он подключается к какому-то интерфейсу. И вы можете определить конкретный набор интерфейсов, набор портов в ту endpoint-группу, которая принадлежит, например, Oracle. Почему не делать это автоматически? По идее, фабрика может услышать сервер, который передает что-то повторяющееся для application Oracle. По той причине, что, в принципе, даже если сервер передает сигнатуру, по которой мы можем определить, что это за сервер, мы не можем определить, к какому домену он принадлежит. Тестовому, продуктивному, quality assurance и так далее. Поэтому с этой точки зрения мы отдаем администратору возможность формировать эту группу. Это могут быть виртуальные машины, это могут быть контейнеры, которые, по сути, вы, определяя виртуальную машину в порт-группу, однозначно идентифицируете, к какой группе серверов она принадлежит. К примеру, если у вас есть порт-группа для веб-серверов, то поместив сетевой адаптер виртуальной машины в группу веб-серверов, вы автоматически ее определяете в ту же порт-группу. При этом эта порт-группа может совпадать с порт-группы, куда вы определяете физические сервера. Вы можете в одном и том же веб-уровне или же, например, что более релевантно, в датабейс-уровне иметь и виртуальные физические хосты и делать достаточно простые стресс-тесты и понимать, подходит ли вам виртуальная база данных или нет. Если нет, он продолжает работать на физическом сервере, но при этом полисе у вас одно. То есть не надо ничего перепрограммировать, вам достаточно в виртуальной среде поместить виртуальную машину в датабейс-порт-группу, и таким образом вы автоматически все заплавите полиси к этой инфраструктуре. Естественно, вы можете, и чем дальше, тем больше таких возможностей появляется, подключать системы хранения данных. Это может быть IP-стораж, это может быть FCOE-стораж, и, как уже упоминал, появляется возможность подключать его как Fiber Channel Storage к инфраструктуре. Ну и, естественно, не забываем о клиентах. То есть у нас есть большой домен Campus, вановские сети, нам этих клиентов тоже каким-то образом нужно подключать, и эти клиенты попадают в общую политику. Если посмотреть в разрезе безопасности, традиционный коммутатор имеет политику безопасности Trust. Что это значит? Достали из коробки устройство, включили в порты сервера, они попали в один VLAN, они начинают взаимодействовать. Некоторые системы, например, те же Windows-системы, еще сами назначат себе IP-адреса для того, чтобы это взаимодействие происходило, даже если не найдут DNS, DHCP серверов и так далее. В ACI все не так. Пока не прописана политика, что эти два порта относятся к одной порт-группе, никакой их взаимодействий не происходит. В этом примере еще я хочу обратить внимание на то, что у нас между endpoint-группами, хоть они уже и созданы в инфраструктуре, пока не прописан сервисный контракт, коммуникации также не происходят. В ACI полиси-контракт чем интересен? Он снимает с вас в том числе такую задачу, как раутинг. Как только вы определили сервера в порт-группе, они могут быть в разных сабнетах, в разных бридж-доменах. Как только вы прописали контракт, что они могут взаимодействовать друг с другом, у вас система автоматически пропишет раутинг между этими сабнетами. Для того, чтобы эта коммуникация не просто была разрешена, но и стала возможной. Внедрение сервисов. Итак, у нас есть контроллер, есть поставщик устройства. Например, вы купили firewall от Cisco или от какого-либо другого вендора. Он поставляет вам девайс пак. Что такое девайс пак? Это небольшой зиповский архив, в котором есть описание, что умеет делать устройство, и Python скрипты, как настроить это устройство, вот этот функционал, который есть в устройстве. Этот зиповский архив загружается в контроллер. В контроллере появляется абстрактная модель сервисного устройства. И, соответственно, он по доступному этому устройству интерфейсу, это может быть CLI, это может быть REST, это может быть все что угодно, в зависимости от того, насколько современное устройство у вас есть в инфраструктуре, он начинает настраивать это устройство в зависимости от тех политик, которые вы определили. Создали шаблон Firewall, с какого рода инспекции, и он автоматически будет применяться. Это открывает для нас достаточно интересные возможности. Давайте посмотрим на примере Cisco Firepower. Первое. Наше устройство, Next Generation Firewall, определило, что происходит атака. Зараженный узел по-хорошему нам хотелось бы заблокировать, чтобы атака не распространялась дальше. Что мы делаем? Событие о попытке атаки попадает в Центр управления Firepower, Fire Site Management, который по API вызывает контроллер и говорит, что мне вот этот адресат, который я считаю нарушает политику, то есть он атакует соседние узлы, помести, пожалуйста, в карантинных сегментах. В ACI реализована микросегментация, с помощью которых вы можете в одной и той же порт-группе, вот, к примеру, у нас здесь датабейс сервера, а инфицирован аппликейшн сервер. Да, таких серверов может быть несколько. И, по сути, у нас заражен пока один хост. Остальные хосты нормальные, никаких признаков MLV не предоставляют. Мы хотим изолировать конкретно этот хост. И таким образом мы выделяем его в микросегмент, в котором он один. Он находится в том же сабнете, в том же вилане, в том же бридж-домене. Тем не менее, он изолирован от всего, что есть вокруг. И таким образом мы изолируем инфицированный хост. Причем это делается автоматически, без необходимости привлечения каких-либо тяжелых ресурсов, там, головастых админов безопасности, которого нужно быстро найти, задачу посвятить, сделать торблышудинг и так далее. Система автоматически реагирует. Инфицированный хост в микросегмент на карантин. И дальше администратор безопасности может уже разбираться с этим хостом, как его вылечить до комплайенс. При этом все решение продолжает работать. У вас остались незараженные хосты, которые, собственно, выполняют функции так же, как им положено. С точки зрения масштабируемости, решение хорошо масштабируется, как для небольших сот, в котором вам нужно всего-навсего до сотни портов и до тысячи десятков тысяч портов. При необходимости вы можете использовать Nexus 2000 для того, чтобы еще больше увеличить это количество портов. В системе присутствует до 64 тысяч тенантов. Это позволяет вам создавать свои логические бизнеса. По сути, бизнес-единицы могут использовать разные тенанты. Особенно это релевантно для клауд-провайдеров, где каждый клиент – это свой отдельный тенант, свой отдельный мир, который вы бы хотели поддерживать. Что важно, стоимость решения, я уже говорил, что стоимость порта у нас невысока. Более того, вы можете использовать существующую кабельную инфраструктуру. Те же оптические волокна, которые вы использовали для гигабита или для 10 гигабит, вы сейчас также можете использовать для 40 гигабит. Почему это важно? Если взять стандартный 40 гигабит, он требует 8 волокон для передачи. 4 передачи, 4 на прием. Естественно, цена такого решения возрастает. Почему? Потому что вам нужно менять все патч-панели. Все оптические кабеля, кабельные трассы увеличивать по сути в 4 раза. С решением Cisco вы можете использовать транскиверы, которые по паре волокна передают сигнал 40 гигабит на 100 метров и по сути решают достаточно эффективно задачи. Хочу вам показать небольшой экскурс. скриншотики в контроллер, для того, чтобы вы помимо маркетинговых какие-то такие живые вещи тоже увидели. Когда вы вызываете Application Centering Infrastructure Controller, вам предлагается ввести свой user ID. Естественно, в системе введен role-based access control, и вы, вводя свой юзернейм, автоматически попадаете в скоп, который определен этому юзеру. Это может быть конкретный тенант. Это может быть тенант с ролью. Например, этот юзер может создавать контракты безопасности. Или этот юзер может делать все. Или этот юзер может траблышутить, этот может только смотреть. И таким образом мы сегментируем инфраструктуру. Мы можем отдать в управление тенантам какой-то группе, которая полностью автономна и может делать то, что вы ей разрешаете делать. Существует два режима. Advanced и Basic режим. Зачем это сделано? Для упрощения. По сути, 80% задач вы будете решать в Basic режиме. Почему? Он очень юзер-френдли. То есть вы заходите в систему под Basic режимом и получаете продвинутый NMS, с помощью которого вы настраиваете оборудование. Если же вам нужны расширенные функции, например, такие как создать шаблон фаервола. Такие вещи делаются не каждый день. Вы можете легко просто в меню переключиться в Advanced Mode и если ваши credentials позволяют это сделать, вы настроите то, что считаете необходимым. Первым скрином, в который вы попадете, это обзор системы. и вы увидите исторический разрез, что происходило с системой в последнее время, случались ли какие-то события, которые понизили ее здоровье, так в кавычках назову. К примеру, мы здесь видим, что здоровье одного из лифов 87%. Естественно, нам интересно, что же произошло. Для этого у нас есть детальная раскладка, насколько серьезное событие произошло. можем сделать drill-down, дойти до этого свеча, увидеть, что, например, в каком-то порту не работает трансивер. И это аффектит нам работу этого свеча. Или же сломался один вентилятор, или один блок питания, или термолалярм какой-то, то есть он перегрелся. Вы это все моментально видите. Также, на что следует обратить внимание, это здоровье тенантов. То есть мы видим, опять же, в системе это все в реалтайме, как, например, вот это событие наложилось на какой тенант. Ну, судя по всему, что действительно корреляция есть, и у нас есть вероятность того, что тот свеч, который работает не так, как нам хотелось бы, но тем не менее он работает. 87% говорит нам о том, что он работает. Если бы там было ноль, мы понимали бы, что случилось что-то катастрофическое, то есть там питание потеряли, к примеру. И мы видим, что какие тенанты пострадали от этого события, возможно, в этот свеч, в этот трек включена какая-то там линия бизнеса, которая отвечает за ту или иную работу. Мы можем перейти на закладку тенантов и увидеть уже все наши тенанты, которые эксплуатируются. Естественно, если у вас административные права только на один тенант, вы увидите только свой тенант. Выбрав свой тенант, вы видите уже деталировку по своему тенанту, и вы видите health для приложений, вы выставляете трэш-холд. Вот здесь конкретно в данном примере выставлено 99%. То есть если вдруг здоровье приложения меньше, чем 99%, он всплывает на дэшборд и обращает на себя внимание, что нам необходимо с этой системой что-то предпринять. В Basic режиме вы получаете доступ к топологии. В топологии вы, например, захотели выполнить операцию, сделать порт-ченнел на несколько устройств. Там Virtual Port Channel. Вы выбрали два устройства и провалились в конфигурацию этих устройств. Выбрали порты, которые хотели. Атрибуты выставляете. Какая скорость вам нужна? Гигабит, 10 гигабит, 25 гигабит. И настройки, там, хотим ли мы CDP, хотим ли мы LCP-мод, чтобы он автоматический или же там всегда включенный и так далее. И система вам позволяет такую нехитрую операцию сделать без погружения, опять же, ни в какие CLI и так далее. Дальше вы, возможно, захотите поработать сетевыми настройками. То есть мы ходим в этом тенненте создать несколько бридж-доменов. Что такое бридж-домен? По сути, это суперсет виланов. То есть в бридж-домене может быть множество сабнетов. Естественно, бридж-домен принадлежит зачастую VRF. То есть вы, пер теннент, создаете энное количество VRF-ов, и в этих VRF-ах создаете энное количество бридж-доменов. Интерфейс drag-and-drop. Что это значит? Что вот вам возможный выбор. Вы выбрали VRF, перетянули на рабочее поле. Выбрали бридж-домен, перетянули на рабочее поле и аллоцировали в нужные VRF. Вам нужно этот бридж-домен, этот VRF подключить куда-то еще. Выбрали, например, L2 или L3-out. То есть мы транком в существующую инфраструктуру включаемся или же с помощью протокола маршрутизации. Более того, так как предприятие достаточно сложная инфраструктура, мы хотим дать, например, интернет для этого VRF. Соответственно, мы можем воспользоваться таким тенантом предефайн-коммон, то есть общий тенант, в котором могут быть инфраструктурные сервисы, такие как DNS, DHCP сервера, Active Directory, то есть какие-то NTP сервера, то есть общие сущности, которые могут быть нужды многим тенантам, многим приложениям. И вы, соответственно, можете перетягивать также бридж-домены или VRF от Command сюда и настраивать уже в дальнейшем взаимодействии их друг с другом. Когда сеть у нас подготовлена, мы можем приступать к приложению. Вы можете заводить множество приложений, которые для вас важны, в инфраструктуру и группировать по портам или по порт-группам в виртуальных средах, например, веб-эндпоинт-группа, датабейс-эндпоинт-группа. И здесь мы хотим соединить, наладить их взаимодействие. Делается это через контракт. Контракт в данном случае таким зелененьким он обозначен. И в дальнейшем мы бы хотели наши эндпоинт-группы наполнить чем-то живым. То есть мы определили полиси, но мы бы хотели к нему приотачить какие-то ноды. Это могут быть физические или виртуальные сервера. Если это физический сервер, берем серенькую буквочку B, это bare metal host, и перетаскиваем его в нужную эндпоинт-группу. И она автоматически подключается. Если мы хотим из VMware домена подключить в эту эндпоинт-группу, мы взяли клубочку V, перетянули на синюю группу, и она появляется рядом тут же с bare metal. Таким образом, Microsoft OpenStack, то есть мы в зависимости от того, из какого домена мы черпаем ресурс, мы наполняем нашу эндпоинт-группу ресурсами. Полиси. Как выглядит полиси? Вы здесь видите, что вы определяете имя этой полиси, тип, например, IP, флаг. Вы можете определять порты, которые бы хотели для этой инфраструктуры, входящий, выходящий. Полиси может быть направленное или двунаправленное. И вы сюда же можете подключить в сервисную цепочку. Сервисная цепочка описывается как шаблон. Вход, выход, консюмер-провайдер и сервисная устройство. Это может быть виртуальный fair power, или виртуальная аса, или виртуальный лот баланс, или физический аса, физический лот баланса. И вы определяете, когда применяете, берете шаблоны, применяете уже в инстанс, выбираете в QI, включить веб, датабейс, вход-выход. Таким образом, ACI позволяет сделать вам видимость полиси, и в зависимости от того, что у вас происходит в инфраструктуре, например, один из свитчей у него, health, понизился, можете приложение перенести на другой хост с тем, чтобы инфраструктурные неприятности не влияли на работоспособность самой инфраструктуры. Уже сейчас ACI эксплуатируется в клауд, и при наличии такого клауд-провайдера вы также можете полиси свое распространить и на клауд-провайдера, и в реал-тайме отслеживать health-core ваших приложений внутри, он-премис, или же в клауд-энвайроменте. С точки зрения приближенности к реальным условиям большинство заказчиков имеют несколько отсодов. Мы с вами рассматривали кейс в основном, где ACI находится в рамках одного сайта, и его эксплуатация в целом понятна. Что делать, если у вас больше сайтов? Вы можете построить стретч-фабрику. Что это значит? Что по сути вы делаете такой метро-дата-центр, в котором спайны и лифы растянуты между сайтами. Плата за это, как правило, цена вот этих аплинков. Мы помним, что в рамках фабрики это 40 или 100 гигабит, а цена мановского линка, то есть в рамках, например, города, самих трансиверов она высока. Что еще важно здесь, мы разносим и кластера управления, кластер управления на два сайта. Выгоды от такого решения очевидны. У нас одна полиси, одни бридж-домены, то есть у нас Anycast Gateway, то есть мы можем выходить вовне в любом сайте и приходить в инфраструктуру в одном сайте. Из минусов, пожалуй, только то, что вам необходимо оплачивать чек за аренду оптического волокна и плюс собственно стоимость самих трансиверов. Практика показывает, что заказчики нашли еще другие возможности сделать метро решение. Что это значит? Это значит то, что вы можете использовать MPLS для этой связи и пользоваться псевдовайром через провайдера пробросить Connectivity. Почему? Потому что фабрика по своей сути она не завязана на пропускную способность, она завязана на Connectivity и если вы обеспечиваете 10 миллисекунд раундтрипа, в целом вы решаете свою задачу. Естественно, если у вас будет большой трафик между сайтами, посмотрите на опции 10 гигабит, мульти 10 гигабит, если, например, ваш провайдер предоставляет DVDM, вы можете сделать фокус, взять 40 гигабитный трансивер SR4 и распараллелить эти линки. То есть в сторону оборудования это 40 гигабит, в сторону провайдера это 4 параллельных 10 гигабит. Или же вы можете взять 4x long range интерфейс. Он делает то же самое и, к примеру, вы можете 40 гигабит передать по 4 параллельным 10 гигабитным интерфейсом. Таким образом, вы можете уменьшать стоимость этого решения и получать выгоды. Следующее решение, которое появилось благодаря мегацодам. Что такое мегацод? Это дата-холлы размером с футбольное поле. И в таких решениях стоимость кабельной трассы начинает уже иметь значение. Почему? Потому что если у вас ряд серверов стоит возле одних ворот, а второй ряд серверов возле других, то просто протянуть кабель к нему это уже достаточно большая длина. А если таких футбольных полей несколько, там уже счет идет на километры кабельных трасс. И вспоминаем о том, что нам надо 40 или 100 гигабит протянуть на километр. Цена трансивера, те же ограничения, которые мы видели вот здесь. Стоимость их велика. Поэтому научились сегментировать в reasonable домен. Например, 100 метров нам протянуть дешево, 40 гигабит. Окей, мы делаем под 100 метрового диаметра. В этот под мы соответственно подключаем все шкафы с оборудованием, которое необходимо дать connectivity. Причем цена этого трансивера действительно абсолютно ризом это 1100 долларов в литпрайсе. Еще недавно это стоило 10 гигабит интерфейс. Ну, таких денег. Таких подов у вас может быть несколько. Они объединяются друг с другом с помощью Interpod Network. Interpod Network не что иное, просто как L3 сеть с поддержкой Multicast. То есть специфические требования, они доступны, у нас опубликованный в whitepaper, какой должен быть IPN Network. По сути, это достаточно простая технология протокол мышц седации SPF, поддержка Multicast для того, чтобы SPF обратите внимание, что во всех дизайнах, которые были ниже, SPF были подключены только к LIF, а здесь у нас SPF подключены в IPN Network. Вот этот линк, он, к сожалению, должен быть 40 гигабит, поэтому мы понимаем, что, скорее всего, в IP Network у вас будут стоять устройства, которые способны принять хотя бы 40 или 100 гигабит. к счастью, это недорогие устройства сегодня. У нас будет следующая презентация, посвященная Nexus коммутаторам, и вы увидите, что эти устройства не выходят за цену за 20 тысяч долларов, и в принципе можно найти дешевле устройства, если хорошенько поискать. И таким образом мы разносим кластер по нашим подам, поддерживается сейчас до 6 подов, то есть вы можете строить достаточно сложные инстанции, и все это иметь под единым мониторингом, управлением с помощью кластера-контроллеров. И мы подошли к задаче, это мультисайт. Чем отличается мультисайт от мултипода? Тем, что у нас кластер не разносится на 2 сайта, или на 3, или на более. У нас появляется такой элемент, как мультисайт-контроллер, а этого решения еще нет, то есть оно должно появиться в этом году, прототипы уже естественно есть, есть интерфейс, то есть, ну, есть в принципе, где даже попрактиковаться, если очень хочется. У вас два отдельных контроллера, они подключаются в мультисайт, и, собственно, мультисайт реплицирует политики из одного сайта в другой, если такая репликация требуется задачей. Более как бы укропненно стретчить фабрика. Контроллер разносим между сайтами, подов может быть изначально два в мультиподах до шести, соответственно, вы можете не ждать контроллера и просто построить два или более сайтов параллельно, каждый имеет свой кластер управления, связать их через L2 или L3, если они связаны через L2 или L3, вы можете иметь общие бридж-домены, общий виртуал IP-адрес, для этого бридж-домены растянутый по разным сайтам, он будет выпускать с локализацией каждого сайта вовне, то есть не будет по этому линку множества апдейтов. Ну и мультисайт-контроллер, он, собственно, облегчит эксплуатацию по сути первого этого решения. Контроллер также будет иметь свой собственный GUI, поставляется это как виртуальная машина, virtual appliance, и, соответственно, его инсталляция это минуты, в которых вы просто credentials кластеров контроллеров заведете. Появляется термин такой, как регион, то есть не дата-центр, а регион один, регион второй, регионов может быть множество, обмен между регионами идет через IPN-нетворк, по сути, те же требования, поддержка мультикаста и какой-то AGP-протокол должен быть, например, ОСПФ, который Connectivity должен сделать. При этом вы можете максимально упрощать задачу, это все может выродиться в существующие какие-то там Nexus 7000, если они у вас есть в инфраструктуре. Они могут выполнять роль этих IPN-устройств абсолютно спокойно. с мультисайтом есть разные опции, как я уже упоминал, соединять их по L2, соединять по L3, делать единый бридж-домен или не делать между ними, ну и собственно Active-Active режим, наверное, самый предпочтительный для данного решения. Для задач, где требуется Connectivity к внешним клиентам, это больше для клауд-провайдеров релевантно, вам нужно затянуться до вановских каких-то раутеров. Это может быть MPLS-овский раутер, там ISR какой-то 9000, который не обязательно напрямую подключен к фабрике. Вот эта сеть, она достаточно простая, и раутер может стоять удаленно у провайдера, например, а не обязательно у вас в середине. Тем не менее, вы хотите, например, от угроделекома те VPN, которые он дает кастерам, дотянуть к себе свой сот. Вы подключаетесь к его ISR, и, собственно, все конфигурационные изменения, которые вы выполняете в контроллере, которые касаются OneConnectivity, автоматически мапятся и создаются по Abslex протоколу на устройстве, которое состоит на стороне у провайдера. Микросегментация группы безопасности, чуть-чуть об этом расскажу больше. Зачем это нужно, я вам показывал на примере с Firepower. Давайте посмотрим для примера некий VLAN, в котором есть сервера. Для того, чтобы жизнь была простая, архитектор решения решил поместить приложение в один VLAN. захотелось упростить себе жизнь. Одновременно оказалось, что он упростил не только себе жизнь, но и потенциальному хакеру, который может уничтожить это решение или заразить каким-то MLV вредоносным систему и сделать жизнь не проще, а сложнее. Как мы можем с этой задачей справиться? создать микросегментацию, в котором по сути поместить наши группы серверов в отдельный микросегмент. С примером Firepower вы помните, что мы можем это делать динамически, общаясь между Fireside менеджером и Policy контроллером для того, чтобы выполнить изоляцию. Тем не менее, мы можем остановить атаку просто на уровне того хоста, который подвергся данной атаке. Какие инструменты микросегментации у нас есть? Собственно, сами группы серверов, endpoint группы и контракт являются одним из инструментов, с помощью которого мы делаем сегментацию. Она еще не микро, это сегментация. Есть группа серверов Web, есть группа серверов App. Мы в рамках группы можем делать все, что хочешь. Если мы вернемся к предыдущему слайду, мы по сути группу Web можем выделить в группу. Естественно, если хакер атакует, он заразит наверное два сервера, которые находятся в одной группе. У нас есть такой инструмент, как изоляция внутри группы. в данном случае мы уже имеем возможность изолировать отдельный хост. То есть каждый хост свой микросегмент, соответственно, он общается только с теми хостами, которые прописаны у нас контрактом. Веб по контракту должен общаться с App. Для того, чтобы жизнь была непростая для хакеров, мы можем сюда еще и фейервол вставить в это общение. Тем не менее, мы можем эту изоляцию выполнять с использованием атрибутов. Какими могут быть атрибуты? С сетевого конца это атрибуты MAC-адреса, IP-адреса. Мы можем сделать именные атрибуты. IP-адрес это и есть атрибут, по которому мы будем строить микросегмент. Или же мы можем делать атрибут имя виртуальной машины. Или префикс, или суффикс этой виртуальной машины. То есть в зависимости того, из чего вы делаете эту группу серверов, из bare metal хостов, из виртуальных хостов, у вас появляется инструментарий, который позволяет вам создать микросегмент. это это очень удобно. Почему? Потому что вам достаточно называть свои веб-машины с приставкой веб, для того, чтобы они попали в микросегмент веб. DB, для того, чтобы машины попали в микросегмент DB и UP, соответственно UP. если нам необходимо из продакшена перенести, из теста в продакшен перенести хост, вы подготовили новую версию веб, например, вам достаточно для виртуальной машины поменять имя. И она бум оказалась в этом микросегменте. Старую версию надо вывести из эксплуатации, вы заходите менять имя виртуальной машины, поменяли бум, она исчезла из этого сегмента. Ну и конечно сервисы, L4 и L7 сервисы, это файрволы, Next Generation файрволы, они позволяют нам также решать эти задачи. Из интересных вещей, если вы используете Application Virtual Switch, по сути это Nexus 1000 для среды ECI, он имеет еще дополнительную функцию, такую как Stateful инспекция. До четвертого уровня вы можете отслеживать Stateful сессии, и таким образом сделать такой в кавычках firewall, Full State L4 firewall. Для разных доменов виртуализации и BareMetal хостов поддерживаются разные атрибуты, разные режимы изоляции, это обычные DVS-свечи или же Application Virtual свечи. Для сегментации по IP-адресам вам нужен один из последних свечей для подключения хостов. Для Microsoft это их Virtual Switch, для OpenStack своя инфраструктура, для BareMetal хостов также по Mac или же по IP вы можете делать. С точки зрения стоимости решения, она не такая уже большая стартовая стоимость, вы видите, абсолютно reasonable, это по сути такое стартаповское решение, две фабрики, два LIF и кластер управления, 160 тысяч в листпрайсе, это даже не цена одного Nexus а 7000, тот, кто строил дата-центровое решение, он в принципе может понять, что речь идет абсолютно в приземленных цифрах. И каким образом вам подключить инфраструктуру в инфраструктуру новые решения, вам подсказочка такая, вы можете свои VLAN, им завести соответствующую endpoint-группу и достаточно легко PL2-транку соединить существующий SOT с ACI-доменом и endpoint-группы создать в соответствии с нумерацией VLAN. Для тех приложений, где вам важно знать такие параметры, как Salesforce Core этого приложения и так далее, вы можете уже делать более тонкие конструкции, где выделять endpoint-группы, там, Web, Application, Database. Возможно, они и сейчас уже у вас выделены и Web находится в другом VLAN, чем App, чем в DB. И вам еще проще будет сделать подобного рода миграцию. И все эти вещи вы можете делать одновременно. С точки зрения тех, кто очень любит автоматизацию и уже находится на пути адапции этого подхода. Есть плагины Virealize Automation, то есть вы можете с Virealize полностью управлять ICI-ем. Есть режим интеграции с стеком Microsoft, как просто с Virtual Machine менеджером, так и Azure Pack. Ну и собственно буквально парочку слов скажу о Tetration. По сути то оборудование Nexus 9000, которое рассматривается в решении, умеет делать потрясающую вещь. Мы по сути создали решение, в котором создали вся информация о всех флоу, которые есть в дата-центре записывается. То есть такая машина трафика, которая позволяет вам сделать учет о всех сессиях, которые проходят в вашем Codi, всех приложений. Вам больше не нужно нанимать консультантов для того, чтобы собирать логи, отрисовывать dependency map между приложениями и так далее, платить большие деньги. Достаточно купить appliance от Cisco, который будет снимать информацию о всех флоу. Поставляется это как решение, соответственно, это может быть для больших инсталляций 39-юнитовый рэк. Для наших с вами потребностей больше подходит Tetration M, это всего 8 рэк-юнитов, 2 свеча плюс 6 серверов, или же заказывать в Амазоне такую услугу, но в данном случае вы метаданные будете экспортировать в Cloud для запуска аналитики. И таким образом вы можете построить машину времени, в которой от свечей вы получаете информацию, уже не NetFlow, а полный флоу. От хостов вы получаете информацию, какой процесс инициировал сессию. Если построен аппликейшн работы по сокетам, вы можете заглядывать внутрь сокета и смотреть какие задержки для каких приложений таких процессов сделаны. И таким образом давать себе еще дополнительный ответ. Задержка в сети или задержка на уровне приложений. То есть вы можете определить даже вот такие нюансы. И естественно вы можете обеспечить достаточно интересный функционал. Вы можете запустить этот аппликенс, он будет изучать вашу сеть например неделю. После недели изучения у вас будет такая карта взаимосвязи всех со всеми. Визуализирую ее вот здесь. Карта взаимосвязи всех приложений со всеми. Вы будете видеть к примеру как общаются приложения с какими компонентами, видеть насколько большое взаимодействие между теми или иными компонентами и вы сможете проанализировать потоки внутри цот, внешние connectivity, создать white list приложения с тем, чтобы мониторить, если этот white list изменился, но наверное что-то произошло с приложением или появилась новая версия, которая новая connectivity инициировала или же может быть какой-то MLW заразил приложение и какую-то информацию отправляет наружу. И что важно, вот эти все связи вы можете импортировать в ACI в виде готового шаблона приложения. Также вы можете видеть нарушение полиси, то есть если вдруг какое-то полиси нарушается, хотя у вас например на свече написано access list, что это будет не должно, а полиси нарушается. То есть тем не менее вы можете это проверить и увидеть, что у нас появились какие-то взаимосвязи, которых раньше не было или которые нарушают полиси. Detration очень быстрый инструмент, который позволяет изучить вашу инфраструктуру, задокументировать взаимосвязи всех компонентов друг с другом, вести их в реалтайме, по сути построить машину времени, учитывается все пакеты, то есть это не сэмплированный какой-то снимок, там не каждые 100 пакетов анализируются, что происходит, это все пакеты анализируются и есть возможность понять, исторически развернуть, какие атаки проходили, какой вектор распространения атак, если слышали о наших решениях в безопасности стелс-вотч, то по сути это такой супер-стелс-вотч, который позволяет вам полностью все видеть в цоде. Вопрос есть? Нет? Окей. Ну и конечно вы можете реализовать модель, в которой Zero Trust, вы видите свою инфраструктуру, вы видите любые нарушения полиси и таким образом у вас появляется такой вот экран истины, вы видите, что в реальности происходит в вашем цоде, а не то, что вы бы хотели, чтобы происходило в цоде. У меня все, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...